Снег пошел, дороги встали. Утро для тысяч пермских автомобилистов началось в пробках. К примеру, дорога от улицы Декабристов до Левченко занимала не менее получаса. От Стахановской до бульвара Гагарина – полтора. Многие пермяки не сумели добраться до работы вовремя. От снегопада страдают и гости краевой столицы. Еще не доехали. Ужасно, ужасно. Опаздываете? Да, опаздываю. Час получается от ЖД вокзала? Примерно. Надо нам на ярмарку пермянскую. Трамвай, по-моему, что-то там пути или что-то было. С трамваем проблемы. Это кадры любительского видео, снятые возле стадиона «Динамо». Автомобильный поток по улице Пушкина движется еле-еле. А ведь время уже далеко не пиковое. Такая картина по городу много где. Каша под колесами, скрывающая обледенелый асфальт, значительно снижает скорость с потоком. Была пробка очень большая на Стахаловской. Очень длинная, очень длинная. И потом еще было на Карпинского. Это в сторону шеста космонавтов ехать. И со стороны Блюхера, улицы Блюхера и в сторону центрального рынка. Куйбышево, как всегда, Куйбышево стоит. А вот мы идем по Новой дамбе, по Чкаловской, и все там, все до стаханки стояло. На целый час опаздывали, без обеда остались. На Садовом я был, там машина 10 стояла на повороте. По всему городу я сказал о пробке. Куда не поедешь, везде пробки. Между тем, о предстоящем снегопаде были проинформированы все дорожные службы Перми. Они обещали обеспечить беспрепятственное движение автотранспорта. Благостроители утверждают, что контролировали выход подрядчиков на работу. И следили за соблюдением технологии. Где-то хуже было состояние, и связано оно больше не с тем, что подрядные организации не доработали, а с тем, когда прошли. Потому что пройти в 4 часа и в 7 – большая разница. То есть, кто не подрассчитал время именно прохода, а это важно в нашей технологии, тот и улицы того подрядчика выглядели менее худшим. Более худшим. Итоги уборки подводить пока рано. Работы у подрядчиков все еще предостаточно. По словам чиновников, размер штрафа для нерадивых может достичь третьей от стоимости месячного контракта. Елена Иговцева, Сергей Пьянков, Телевизионная служба новостей.